Рейдерский захват или нелепая случайность? Маленькое кафе на Тихой пытаются отобрать у хозяина. Главная тема программы. Кафе «Вечерний Ереван» в районе Тихой появилось почти 20 лет назад. Все здесь построено и посажено руками хозяина, спокойной работе которого сегодня мешает одно странное обстоятельство. Сразу несколько лжесобственников пытаются претендовать на ничем не примечательное кафе «Вечерний Ереван» на въезде во Владивосток. И его законному владельцу приходится доказывать свое право собственности в судах. Работать нормально хозяин кафе не может с 2015 года. По словам его адвоката Владимира Рощина, с 2006 года кафе было продано трижды и каждый раз новым собственникам. О том, какая сейчас ситуация сложилась вокруг кафе «Ереван», мы поговорим с адвокатом Владимиром Рощиным. Здравствуйте, Владимир Павлович. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям, какая сейчас ситуация все-таки сложилась вокруг этого злополучного кафе, небольшого кафе на въезде в Владивосток. Извините, я все-таки начну с момента, когда стало известно, что кафе уже не принадлежит его владельцу. Это 2015 год. И вот когда стало известно, что на сегодняшний день право собственности зарегистрировано за другим лицом, мой доверитель забил тревогу и сразу же обратился в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, или, как в простонародье говорят, рейдерства, а также предъявил иск в суд о признании сделок недействительными, так как никаких договоров купли-продажи он не заключал, и та сделка, которая явилась результатом всех этих действий, что сменились собственники, подписана не им. На сегодняшний день уже собственником является четвертый человек. То есть получается, что было три сделки. Сначала между моим доверителем и первым гражданином, а затем еще три сделки. И самое такое мошенническое, что в этой схеме присутствует, это то, что ни один из покупателей не обращался в кафе. Вот мой доверитель просто даже не знал о том, что он уже не собственник этого здания. А сколько лет он об этом не знал? Ведь этот процесс длился в течение нескольких лет, насколько я знаю. Первая сделка была в ноябре 2006 года, последняя в 2012 году, в февраль, по-моему, не помню точную дату. А он узнал об этом, по сути, уже в 2015 году. Впервые увидел этот документ, который он никогда не подписывал. Это не его подпись. И вот когда он предъявил иск о признании сделать недействительным, он как раз и указал это основание, что он договоров не заключал, не продавал. Вот по гражданскому делу была проведена почерковическая экспертиза, которая, к сожалению, не дала однозначного ответа. Его или не его подпись стоит в договоре. Эксперт указал, что есть признаки, как совпадающие с его подписью, так и не совпадающие. И в результате он не дал заключение. Суд посчитал, что доказательства подписи другим человеком он не представил. И плюс еще, сославшись на исковую давность, в иске ему отказали. А в полиции, между тем, заявление очень долго рассматривалось, отказывалось в возбуждении дел. Прокурорам отменялись эти постановления, где-то подавались жалобы. Ну, в общем, до февраля 2018 года, нет, до января, 20 января было вынесено постановление впервые, тоже об отказе в возбуждении уголовного дела, но с оговоркой в связи с пропуском срока давности. То есть, это было первое постановление, в котором было указано, что преступление совершено. До этого все постановления вообще говорили, не установлен факт, нет преступления, нет никаких признаков. А вот последнее было преступление совершено, но прошло больше 10 лет, поэтому возбуждение уголовного дела отказано. Ну, мы и это решение следователя обжаловали, поскольку мошенничество считается законченным не с момента, когда там какой-то документ был подделан, а с момента, когда имущество реально перешло... К чужому суду. Во владении другого лица. А у нас парадокс как раз в том и заключается, что с момента, когда здание было построено и до сегодняшнего дня, оно как было в руках застройщика этого, так оно инвестора, так оно у него и остается. Дальше, в 2016 году, уже четвертый собственник, который был по сделкам, после того, как нам отказали в иске о признании сделок недействительными, предъявил иск об обязании освободить помещение, или проще, о выселении из кафе. Суд первой инстанции иск удовлетворил, он вынес решение обязать освободить помещение кафе. Но совсем недавно, вот в этом году, краевой суд, апелляционная инстанция, решение суда первой инстанции отменила, и в иске отказала. Причем, очень такая, ну скажем, не совсем обычная формулировка. Я, честно говоря, впервые с таким столкнулся. Суд указал, что приобретатель, последний, даже четвертый, является недобросовестным, и он славопотребляет своим правом. И по этим основаниям в выселении было отказано. Причем, здесь еще дело было долго приостановлено, с 2016 года по 2018, потому что был предъявлен еще один иск нами. Есть такой способ защиты, как признание отсутствующим зарегистрированного права собственности. Мы тоже в первой инстанции боролись успешно, и суд вынес решение признать отсутствующим право последнего покупателя. Ну, Краевой суд, сославшись на решение об отказе в признании сделок недействительными, отменил то решение и отказал нам в иске. И вот теперь, вкратце, что мы имеем на сегодняшний день. Это первое. В признании сделок недействительными нам отказано, потому что пропущен срок давности, и не представлены доказательства вот этой поддельности договора. В выселении моего доверителя тоже отказано, потому что покупатель является недобросовестным и злоупотребляет своими правами. В том числе и то, что он купил в 2012 году, в кафе не приходил, не появлялся, и выселять вздумал только вот в 2016 году. И третье. Мы просили аннулировать вот это вот, проще говоря, право собственности последнего покупателя. Нам тоже в иске отказали. Единственное, что вот последнее решение суда о признании отсутствующего права собственности последнего покупателя. Мы подали к астационному жалобу, и надеемся, что она будет удовлетворена, что решение отменится. Потому что есть у нас все-таки на руках заключение экспертизы, проведенное в рамках уголовного расследования, в котором четко было установлено, что подпись в договоре купли-продажи 2006 года не моего доверителя, а выполнено другим лицом. Это заключение было получено несколько позднее, чем признавали сделки недействительные, поэтому учтено быть не могло. Но с другой стороны, оно, как сказать, не в виде заключения эксперта, а в виде справки об исследовании. То есть, по сути, проводилась проверка точно так же, как и в порядке экспертизы. Единственное, что тогда еще уголовное дело не было возбуждено. Сейчас уголовное дело возбуждено. Мы, естественно, будем добиваться, чтобы провели полноценную экспертизу подписи. И после того, как уголовное дело будет доведено до логического завершения, надеюсь, что мы сможем пересмотреть те решения суда, которые мешают возвратить здание законному владельцу. Владимир Павлович, ну вот вся эта волокита, вся эта многолетняя история, которая тянется не год, даже не два. Скажите, пожалуйста, каким вы видите исход этого дела? Благополучным для вашего доверителя? Ну да, я вот немножечко уже сказал об этом, что если все пойдет так, как мы видим, а это именно все-таки будет проведена экспертиза подписи в договоре, будет завершено уголовное дело, надеюсь, обвинительным приговором, будут установлены лица, которые совершили это мошенничество, то в этом случае мы сможем и признать отсутствующим право собственности всех этих покупателей, и даже признаем право собственности за настоящим владельцем, который его построил, и который ни на один день никому его не отдавал, не передавал, и который сейчас фактически владеет этим зданием. То есть самое главное сейчас доказать, что подпись на документах, передающем право собственности, неподлинная, не принадлежит этому человеку, а что расписался за него кто-то другой, правильно я понимаю? Ну, даже не совсем так. Доказательство такое уже есть в виде справки об исследовании. Теперь его нужно облачить в нужную, необходимую форму в виде заключения экспертизы, а не справки об исследовании. Я думаю, что здесь проблем не возникнет. Когда уголовное дело еще не было возбуждено, там было именно так. А сейчас никаких препятствий для проведения экспертизы нет. Ну, думаю, что все будет хорошо. Владимир Павлович, вот рейдерский захват не такая уж редкая, что ли, вещь, как в городе Владивостоке. Ну, собственно, слово рейдер, я думаю, у многих на слуху. Многие предприниматели с этим сталкивались. Скажите, пожалуйста, дайте совет нашим телезрителям, которые собираются какое-то свое дело либо оформить, либо уже занимаются каким-то бизнесом, и у них так или иначе пытаются этот бизнес отобрать. Вот дайте совет профессиональный, как избежать подобных ситуаций на старте бизнеса. Да, эта проблема была, ну, больше, скажем, была. На сегодняшний день она как-то все-таки уже не совсем актуальна. Это период лихих 90-х и даже начало 2000-х годов. Но сегодня совсем не 90-е, скажем. Было очень много таких захватов, и они даже очень часто заканчивались в пользу этих захватчиков. Люди добросовестные бизнесмены, честные, оказывались без имущества, без ничего. Ну, в принципе, на сегодняшний день уже законодательная база несколько изменилась в лучшую сторону, и теперь практически любая сделка с долями в уставном капитале только нотариально может заключаться. Ужесточились требования и у налоговых органов при смене учредителей. Ну, я думаю, что и в Росреестре требования тоже ужесточились, и вряд ли сможет какое-нибудь лицо случайно попасть туда, подписать вместо собственника договор. И думаю, что обращаться к сомнительным лицам за финансовой помощью или какой-либо другой не стоит никогда. То, что произошло с моим клиентом, по сути, его документы попали в руки недобросовестного лица, который этим воспользовался в полной мере, как только можно было, и довело ситуацию до сегодняшнего, до таких последствий. Но она выглядит даже несколько абсурдной при всем при этом. Ну, и при этом еще в суде у нас сложности. То есть, казалось бы, вот он владелец, вот он ни на один день не выходил никуда. Всегда в его руках это здание. И в то же время законодательство устроено таким образом, что мы получаем в судах не тот результат, на который хотелось бы рассчитывать. Странно это то, что люди, которые вроде являются владельцами этого здания, здесь не появляются. Вот этот факт меня тоже удивляет. То есть оно им не нужно. Им нужно было именно совершить документальное оформление всех прав, а фактически уже вот они потом приходят. Ну, когда в суде задаешь вопрос им, а где тут, что находится, что... Они теряются, они здесь никогда не были. При этом являются собственниками. А ведь мы знаем, что даже любая продажа предполагает фактическую передачу имущества, что есть продавец, который имущество должно показать, рассказать, что к чему, и передать другому лицу. Тут даже вот договоры на обслуживание, коммунальные услуги, электроэнергии, они все заключены на первого владельца, который построил это кафе. И который платит за эти коммунальные услуги. И платит эти услуги. Он полностью содержит. Сейчас вот встал вопрос, в рамках уголовного дела наложен арест на это здание. Встал вопрос, кому передать здание на время ареста. Конечно же, владелец говорит, отдайте мне, я его хранил уже более 10 лет, вот с момента постройки, я в нем нахожусь. Никто так его не сохранит, как я, потому что только я заинтересован в этом всем. Пока все дойдет до завершения этих разбирательств. А новый собственник тоже претендует. Но не знаю, конечно же, если он только сюда зайдет, то что останется от этого кафе через год или через два, трудно сказать. Владимир Павлович, я хочу пожелать вашему доверителю удачи, чтобы дело, которое вы ведете, закончилось успешно. А нашим телезрителям, в том числе будущим и нынешним бизнесменам, пожелать избежать подобных ситуаций. Спасибо вам огромное. Всего доброго. Спасибо.